В индустриальном районе, в жилмассиве у остановки Краевой цирк, сотрудники МЧС спасали 6-летнего мальчика, который застрял в трубах детского городка. До приезда звена спасателей зависшего над землей ребенка удерживал мужчина, случайно оказавшийся рядом. Пройти мимо Данил Морозов не смог. Он и сам отец воспитывает 9-летнюю дочь. Ко мне подбежали дети, попросили помощи. И долго вы так стоите? Минут 40. Куда сто? Ну, минут 30-40 стоим. Я еще с рукой, я никак не могу удержать, как могла. Позвали на помощь. Ну вот, спасибо молодому человеку, прям герои. На детской площадке Лев гулял под присмотром мамы. Это было похоже на какой-то фокус. Мгновение и ребенок повис между прутьев. Я сама не поняла, как. Я думала, головой, ну как головой? Он прям шмыганул сюда, получается. Как вот? Это вообще как-то парадокс. Пока спасатели подключали гидравлический инструмент, застрявший малыш, несмотря на неудобства и страх, по-ребячески горел желанием видеть, как и чем его будут освобождать. А покажите, как он, что он делает. Не волнуйся, не волнуйся, не волнуйся. Смотри на меня, на меня посмотри. Теперь у вас будет много глаз. Давай вот так вот. На меня смотри. Как он будет воздвигать. Спасательная операция длилась ровно три секунды. Все, подожди. Назад. Ну-ка, пробуй. Давайте сюда. Вверх, вниз. Ура! Ой, спасибо. Давай соединим его. Ой, Лёва, ну говори всем спасибо. Пока мама с сыном радовались обретенной свободе, скромный хаворовчанин, помогший семье, незаметно ушел. Спасатели же дали дельный совет, который может пригодиться в подобной ситуации. Дети застревают в игровых конструкциях не так редко. И в таких случаях, чтобы не терять время, можно воспользоваться подручными средствами. Наверняка тут есть автовладельцы, у которых имеются домкраты обыкновенные. Просто поставить домкрат туда, немножко, несколько витков подкрутить, все. И можно было спокойненько раздвинуть прутья и освободить голову ребенку. Травм ребенок не получил. С места происшествия Виталина Кондрахина Мария Склярова и Виталий Векслер.